Беларусь – хозяйка вторых европейских игр. Они пройдут в 2019 году в Минске. Это один из самых главных информационных поводов 2017-го. На финишный прямой конкурс по выбору талисмана спортивного форма. Утвержден план мероприятий для болельщиков и официальных делегаций. В стадии разработки – экскурсионные маршруты для гостей. С уверенностью можно сказать – Беларусь дышит спортом. В масштабах Гомельской области 2017-й был не менее успешен и принес болельщикам целый ряд поводов для радости. Подробности у Михаила Садовского. После череды неприятных событий 2016-го года, связанных с белорусской греблей, наши спортсмены доказали. Одни из самых сильных в мире – белорусы. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каное принес нашей сборной шесть наград. Два золота и четыре бронзы. Ровно половина из этих медалей на счету представителей Гомельской области. Чемпионкой мира стала Ольга Худенко. Роман Петрушенко завоевал бронзу. Алена Ноздрева и Камила Бобр также поднялись на третью ступень пьедестала почета мирового форума. Ну а основные победы пришлись на командные виды. Мужская и женская гандбольные дружины. Минифутбольный ВРЗ, хоккейный клуб «Гомель» – вот список главных триумфаторов сезона. Важно отметить, что моменты славы наших спортсменов, гомельские болельщики, могли наблюдать воочию. Мы предлагаем вспомнить основные спортивные события уходящего года. Женская половина гандбольного клуба «Гомель» первый трофей завоевала уже в апреле. Второй год подряд наши девушки выиграли Кубок Балтийской лиги. Решающие матчи проходили на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. В финале был обыгран принципиальный соперник БНТУ «Белас». Причем эти же команды ожидаемо сошлись и в финале Кубка страны, который состоялся в мае. Подопечные томожа Чатера снова оказались сильнее и в третий раз подряд привезли трофей в «Гомель». На этом противостояние гомельской и минской команды не закончилось. Впереди был самый важный отрезок сезона – финал чемпионата страны. В пятиматчевом противостоянии спортивная фортуна оказалась на стороне Гомеля, и наши девушки заслуженно стали двукратными чемпионками Беларуси. Не осталась в стороне и мужская половина гонбольного клуба «Гомель». В матчах за третье место чемпионата гомельчане сошлись с Гродненским Крононом. Серия продлилась всего два матча, в которых оба раза сильнее были подопечные Сергея Цыганкова. Таким образом, мужская команда «Гомеля» уже в четвертый раз подряд примерила бронзовые медали. Конец мая и июнь принесли развязку чемпионата Беларуси по мини-футболу. Особенно волнительным это было для гомельских болельщиков. Ведь местный ВРЗ впервые завоевал медали национального первенства. Более того, подопечные Анатолия Яновского претендовали на чемпионство. И кто знает, как бы сложилось, если бы не кадровые проблемы на финишном отрезке. За золото гомельчанам предстояло бороться до трех побед со столицей. Увы, все три матча наши парни проиграли. Тем не менее, они без преувеличения проиграли как герои. Да и серебряные медали чемпионата тоже достойный результат. Одна из самых громких побед состоялась буквально на днях. Хоккейный клуб «Гомель» в пятый раз выиграл кубок Руслана Салия. В финале нынешнего розыгрыша трофея «Рысям» противостоял гродненский «Неман». В первом поединке в «Гомеле» команды начали решающую серию с ничьей 2-2. Так что перед матчем в Гродно преимущества не было ни у одной из дружин. Интересно, что и по результатам 60 минут второй встречи на табло горели эти же цифры. Таким образом, исход финала командам предстояло решить в овертайме, который забитых шайб не принес. В серии буллитов отлично проявил себя галкипер Гомельчан, оставив свои ворота на замке. Ну а исход противостояния решил Игорь Нестеров. Его бросок принес Гомелю первый трофей за пять лет. Для спортсменов Гомельской области это был успешный год. Впереди 2018-й, и мы небезосновательно ждем новых побед. Гомельские команды в своих чемпионатах претендуют на самые высокие места. Да и год предстоит олимпийский. Гомельчане наверняка приложат все усилия для того, чтобы белорусский гимн как можно чаще звучал на спортивных площадках. Михаил Садовский, Василий Осипцов. Итоги года.